МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧУАШ и программа «Посуществует». Сегодня наш собеседник, председатель международной телерадиокомпании «Мир» Радик Батаршин. Добрый вечер. Радик, мы уже с вами тут немножко начали. Я думаю, что телезрители по ходу подключатся к нашему разговору. Профессия журналиста – ваш осознанный выбор или это все-таки воля случая? Потому что в профессию вы пришли очень рано. Ну, во-первых, хотел сказать, что в советское время мы все проходили в учебно-производство комбината. И я прошел подготовку и получил квалификацию фотографа бытового обслуживания четвертого развета. Это второй самый низший, то есть это не самая плохая квалификация. И, собственно говоря, примерно к 10 классу для себя выяснилось, что в газете «Вечерний Уфа» я вырос в Башкеве. Очень неплохие гонорары за фотографии. Три рубля. Это требовало, конечно, во-первых, переноски большого кофора с аппаратуры. То есть, вот сейчас коллеги пришли с техникой, когда у них на двоих примерно на килограмм 35. Один мой кофор весил 35 килограмм, потому что это требовало двух больших широкоформатов камер. Так как пленка была слабочувствительной. Достаточно большого количества осветительных приборов. И примерно нужно было сделать 10-20 дублей. Какое же мое удивление, что было, что редактор, который к моему снимку, который вымучил, напечатал, склеил, выбрал из пары десятков дублей. И выбрал его для публикации. Еще всю душу вложил. Да. За одно или два предложения к моей фотографии, так называемой, текстовку, получает те же самые 3 рубля гонорар. Я подумал, ну, было бы справедливо, если бы сам писал бы эти самые тексты. Получил бы 6 рублей. Получил бы 6 рублей гонорара. И так я начал писать. Выяснилось, что журналистика, как наркотик, она втягивает. Она сначала текстовки, потом уже маленькая заметка. Вот я до сих пор помню свою первую заметку, которую я написал для газеты «Вечерни Уфа». Меня взяли в отдел промышленности газеты. И поэтому моя первая заметка была о новых методах. Два нового бокового электролизного коротажа нефтяных скважин. Прекрасная тема. Самое главное, как пытаться вот это все изложить простым русским языком, чтобы простому читателю городской газеты «Вечерки», можно было бы понять, собственно говоря, что изобрели товарищи в научно-исследовательском институте нефтяной промышленности. Но примерно после 20-го, наверное, 25-го переписывания этого на рукописи, это получилось. И ни одна заметка в жизни не давалась мне так тяжело, как вот эта первая заметка о коротаже нефтяных скважин. Ну, вот о фотографии, о видеосъемке вы рассказываете все-таки с большей нежностью. Так вы кем себя больше чувствуете? Писателем или художником? Нет, я сейчас чувствую организатором производства. Значит, что такое продюсер? То есть, продюсер – это всего лишь прораб настройки. То есть, я должен, когда я бы организовал, если бы вашу съемку, то есть, я бы первое, чтобы спросил бы количество энергетических приборов, подключенных к источникам съемки. И первое, что бы я сделал, я утвердил бы схему электроснабжения. То есть, соответственно, если это в масштабах более крупной программы, то есть, соответственно, я бы утвердил бы количество, отрасколько подстанций у нас осуществляется электропитание. Дальше, сколько мы используем дизельных электростанций. Есть ли резервные аккумуляторы, которые обеспечивают так называемые бесперебойники, то есть, обеспечивают бесперебойное электропитание. Именно с этого начинается работа продюсер. Конечно, начинается, конечно, с названия. А вот когда ты выходишь на площадку, то есть, называли ее строительной, называли ее съемочной, это дело не меняется. Начинается с фундамента. Первое – электроснабжение. Второе – коммутационная схема. И, наконец, третье – начинается с чего это? То есть, это график ввода объекта в эксплуатацию. Говоря по-нашему, когда выход в эфир. Это конечная точка. А начальная? Сегодня. Начальная сегодня. И, соответственно, от этого ты начинаешь писать календарно-постановочный план. План по созданию художественного произведения под названием «Телевизионная программа». Если отвечать на ваш вопрос, кто я, я журналист, который много лет отработал в газете, на радио, на телевидении. И вот, наверное, сейчас я реализуюсь… Насколько я знаю, что все свои награды, в том числе орден Александра Невского, вы получили все-таки за журналистскую деятельность, а не за то, что вы хороший продюсер. Ну, я хороший продюсер. Я правда умею организовывать какие-то проекты. Ну, это вот моя основная работа. Ну, да, то есть, там вот сейчас с вами работает наш специальный корреспондент данных, Деркач, да, то есть, моя задача не мешать ей работать и давать ей приказы, а сделать так, чтобы ей было бы интересно работать. Потому что в чем секрет нашей профессии, да, то есть, я реализую собственное любопытство, и мне за это немножко доплачивают. Вот, собственно говоря, сделать предмет любопытным для зрителя, слушателя – это моя работа. А еще больше, а как продюсера, научить людей этим навыкам, да, потому что мы же работаем в сфере потребления, на самом деле, да, то есть, информация – это продукт потребления, это продукт массового потребления, который мы, ну, если хотите сказать, продаем, продаем, не продаем, да, мы продаем, слушайте, потому что, получая взамен вознаграждение в виде не прямой цепочки, но в виде трансляции рекламы на телеканале или в радиофире, да, то есть, или в виде рекламных тех или иных конструкций на интернет-портале, да, то есть, мы все равно получаем за него деньги, да, то есть. Радик, а как вы считаете, вот какие еще обязанности у современного СМИ, ну, в частности, мы сейчас говорим все-таки больше о телевидении, перед обществом, помимо информирования? – Информировать, развлекать, да, и все. А воспитывать не нужно. Воспитывать нужны мама и папа. Международную телерадиокомпанию «Мир» называют самым состоявшимся проектом СНГ. В чем секрет успеха? Какие составляющие этого успеха? Давайте я вам скажу. Вообще, если бы межгосударственной телерадиокомпании «Мир» не существовало бы, то вообще встал бы вопрос, а СНГ-то существует или нет? На самом деле СНГ ведь это что такое? Это свободное пересечивание границ, да, это свободное перемещение капитала и свободное перемещение труда. А еще и свободная обменная информация. Свободное общение. Да, так вот оно и есть. Вот смотрите, 11 лет назад технический охват телеканала «Мир», нашего флагманского телеканала, который выходит в рамках своего телевещения под номером 18 на Россию, составлял 7 миллионов человек. Сейчас порядка 170. Это говорит о чем? Это не говорит о том, что начальники всех стран СНГ приказали всем смотреть «Мир». Нет. Это говорит о том, что людям после распада Советского Союза людям стало интересно жить, как теперь, не то, как сложить Советский Союз, а как тут живут люди, с которыми я вместе работал. Стоит радио, с кем служил в армии, да, то есть с кем учился в университете, сколько у них стоит картошка, сколько у них стоит, какая минимальная пенсия, как в Казахстане привели пенсионную реку. Что показывают в кинотеатрах. Вот показывают в кинотеатрах, да, ты много, масса других вещей. То есть, это не интересно. А потом вы пометите, что не бывает Союза, который не выгоден. Вот «Мир», почему он не развалился, да, то есть за 26 лет последнего его существования? Потому, что он выгоден всем его учредителям, да, то есть. Потому, что... А вы знаете, что там, несмотря на то, что Грузия вышла из состава СНГ, да, то есть она не вышла из состава телерадиокомпании «Мир». Почему? Почему? Да потому, что сейчас там номер один, кто турист в Грузии? Гражданин Российской Федерации. Не было бы мира, никто бы не знал, что происходит в Грузии по-настоящему. Да, то есть. Вот. А мы показываем это. Вторая история, конечно же, это еще к тому, что наряду с дробежными процессами постсоветского пространства происходит еще центростремительный процесс, да, то есть вот в этом году мы будем отмечать пять лет создания евразийско-экономического пространства. Я напомню, в него обходят Армения, Белоруссия, значит, Кыргызстан, Казахстан и Россия, да, то есть пять стран, большая пятерка, решили, что у нас будут свободные границы, свободный рынок труда и капитала, да, то есть более свободны, чем в содрожне независимом государстве. И мы уже сейчас видим, да, что есть государства, которые получили немедленный синергетический эффект для своей экономики. Там та же Армения, да, то есть мы открываем сейчас любые овощные прилавки, видим, как они живут в овощи из Армении. Мы никогда не знали, что такое, мы всегда знали, что такое бакинские помидоры, никогда не знали, что такое армянские. Теперь армянские помидоры есть на наших прилавках. То есть у них появился рынок большой сбыта, да, то есть если говорить о Беларуси, да, то есть тоже значительный рост выхода белорусской продукции на рынки. Понятно, что самый великолепный рынок наш, российский, но и для России появились новые возможности без пошлины, без таможенного выхода наших товаров и так далее. Если посмотреть по границе России и Казахстана, да, то есть мы видим, как идет взаимопроникновение и взаиморегулирование даже цен между соседними городами, потому что граница перестала существовать. Поэтому, наверное, успех, секрет, успех в том, что мы попали в, говоря с молодежью, в тренд, да, то есть в тренд того, что люди стали искать там, где выгодно, но только где близко, а не там где-то за пределами бывшего советской границы, да, то есть не в Турции или в Эмиратах, да, то есть выяснилось, что и здесь можно заработать. А для того, чтобы заработать, надо знать. А для того, чтобы знать, нужно посмотреть телеканал мира. Политическая обстановка у нас, к сожалению, даже на вот этом постсоветском пространстве постоянно меняется. Как это отражается на вашей работе? Мы стараемся, мы, международная компания, вы правильно несколько раз назвали нас международная, она предлагает в принципе международной журналистики, да, то есть это закрытая журналистская позиция. Это там главный принцип нашего журнализма, мировского, да, то есть это не навредит. То есть, соответственно, мы не навязываем свою точку зрения нашему зрителю, читателю и слушателю. Потому что для нас достаточно донести факты, пусть оценку делает он сам. Поэтому вот эта вот, если хотите, медицинская стерильность в подборе и фактов, сбалансированность в любых случаях, независимо от того, речь идет об сложных отношениях между Арменией и Азербайджаном, между Россией и Грузией, между другими странами, которых тоже не все гладко в двусторонних отношениях. Мы стараемся представить обе точки зрения и дать зрителю возможность выбирать слов. Ну, со странами СНГ понятно. Как строятся ваши отношения, отношения международной телерадиокомпании МИР с регионами российскими? Какой у вас интерес конкретно в Чувашии, помимо открытия лецитинской стерилизации? Ну, в Чувашии, во-первых, интерес, потому что это самый древний тюркский язык. Я вам как филолог скажу, во-первых, это, скорее всего, чувашский язык – это наследник пратюрского языка, то есть того языка, о котором говорили тюрки, алтарьская группа еще до своего переселения из Алтая на просторы Волги, Урала и немножко дальше. Поэтому, если говорить серьезно, во-первых, мы не первый год работы в Чувашии, когда мы делали циклы телевизионных фильмов «Народа России», то есть у нас был огромный 52-минутный фильм о Чувашах, а так у нас радиостанция – это достаточно молодой проект, если говорить о начале его развития, это ему 8 лет, а у нас в России 65 радиостанций, а еще у нас мы вещаем в Беларуси, а еще мы вещаем в Кавказстане, а еще мы вещаем с прошлого года в Армении, то есть у нас всего в шести странах есть свои станции. То есть задача очень простая – предложить слушателю наш продукт и посмотреть, как удастся ли нам сделать местную версию, сделать его там мерчу, если говорить там «Задача максимума», сделать мерчу в Ашском радио. Все-таки каким вам видится будущее российского телевидения? Мы будем жить хорошо и счастливо. Мы будем смотреть телепрограмму не только в телевизоре, но и будем смотреть его в гаджетах, мы будем смотреть их в мобильных часах, мы будем смотреть в других вещах. Это раз, это первое. Второе, у нас будет учитываться каждый телезритель, независимо если сейчас он считается в городах от 50 тысяч населенных пунктов, то через несколько лет мы будем видеть его прямо в населенных пунктах, даже если в нем живет два человека. А третье, мы, безусловно, будем переходить к интерактивному историю телевидения, когда мы будем смотреть сериалы и бабушке будет голосовать, все-таки Дон Хуан выживет или все-таки... Или его уже стоит убить. Или Мавини его убьет. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель международной телерадиокомпании «Мир» Радик Баттершин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!